Что делать, когда у вас до выхода 5 минут, а волосы вот такие вот мокрые? Ловите лайфхак от Евгения Приманиев Стивнеевы. Что я делаю в таком случае? Я сначала горячим потоком быстро просушиваю волос. Все. Теперь, когда они чуть-чуть просто, вот эта вот самая основная влага ушла, вам нужно декстурировать волосы. Я для этого пользуюсь кремом для объема Osses Upload. Ну, естественно, он для создания объема, но я хочу его использовать как текстунирующее средство для моих волос. Но я, правда, в этот раз не пожалею. Я сделаю 3 бампа. Обычно я делаю там 1, но может быть максимум 2. Прицираю и вот такими вот пощипывающими движениями распределяю равномерно по всем волосам. Опять еще раз распределяю средства на руках. Видите, как я тороплюсь, чтобы быстренько успеть за 5 минут все это делать. Я сейчас, знаете, даже возьму тоненькую расческу и распределю это средство равномерно по волосам. Это не обязательно, на самом деле, делать, ну, скажем, для идеального какого-то результата можно. И опять верну ту форму стрижки, которая у меня изначально была. Да. Честно говоря, мне даже хочется еще добавить, потому что я в итоге хочу добиться эффекта мокрых волос. Я еще выдам ему 2 бампа. И особенно на вот эту теменую часть, там, где волосы самые густые, я нанесу побольше. Так. Сколько у меня уже? 2 минуты прошло со съемки. Так, ну вот все. Я, в принципе, задала форму. Теперь что мы будем делать? Мы возьмем диффузор. На самом деле, не многие знают, как пользоваться диффузором, но на самом деле это такая палочка-выручалочка. Во-первых, он дает объем у корней, а во-вторых, он сохраняет текстуру волос. Да, то есть вот тот эффект тех самых мокрых волос, но в более таком красивом, благородном сочетании. Вот мне на самом деле все вот так вот нравится. Да, я люблю вот такие диктурированные волосы. Но так как они мокрые, все, что тем, их нужно высушить. И диффузор мне поможет сохранить вот эту красивую форму текстурированных волос, не разрушить ее. Но при этом волосы будут сухие. Вот это диффузор. Эта штучка есть в наборе почти ко всем феном. У меня это фен Роминтон для домашнего производства. Я снимаю насадку. Так, она уже здесь утеплела. Вот такие. Я буду ставить на невысокую температуру и на низкую скорость. Почти холодную. И чуть-чуть приподнимаю, видите? Оп. И чуть-чуть наверх. И чуть-чуть наверх. Можете прям волосы подсовывать внутрь, собирать их. И он будет вам давать красивый натуральный изгиб волос. Вот сколько все, внутрь. Собираю под диффузор. И волосы, видите, они становятся кудрявыми. Кудри – это вообще моя мечта с детства, чтобы у меня были кудрявые волосы. Но, к сожалению, Бог не наградил, поэтому наградил его руками, которые могут эти кудрявые создать. Там, где волосы особо быстрые, можете диффузор чуть подольше задерживать, чтобы он именно сохранил изгиб и подсушил. Потому что, если вы раньше уберете диффузор, то опять все распрямится. У меня волосы тонкие, редкие, поэтому диффузор достаточно быстро для меня работает. Сейчас я сзади покажу. Считаем. Так, на видео 5 минут прошло. И моя укладка тоже уже завершена. Так, все. Волосы подсохли. Чуть-чуть есть влага, но для лета это нормально. Я руками расправляю так, как мне нужно. Вы видите, у меня захоронился эффект мокрых волос за счет стайлинга. Крема для объема. То есть, у меня есть даже немножечко и объема, помимо текстуры. Все, что мне нужно, это просто чуть-чуть руками я подправлю и добавлю блеска. Блеска это мой любимый оси-спартлер. Он дает мгновенный бриллиантливый блеск. И еще у него есть масла, которые ухаживают, кондиционируют на волосы. Видите, как он у него есть? Почти как Валерий Леотти. Если хотите узнать больше вот таких клевых советов, как укладывать короткие волосы, переходите на мой YouTube-канал. Называйте Вилдину, где мне не инстинклифа. Или оставайтесь вступить щеками на Facebook, для того, чтобы всегда быть в курсе фэшн-трендов и хэр-стрендов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова